17 января 1943 года столица нынешней Крачаевой Черкесской Республики была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата стала официальной датой не только в истории города, но и в истории Крачаевой Черкесской Республики. С тех пор прошло 80 лет. Ого, целых 80, скажет кто-то. Но это немного, поверьте, ведь живы еще целое поколение людей, которые помнят тяжелое время оккупации, и наша память не знает границ. К зиме 1943 года война продолжалась уже 18 месяцев. Красная армия перешла в наступление. К началу января на территории Крачаевой Черкесии фашисты получили отпор под станицей Суворовской и планировали поэтапный отход. Но этим планом противника не суждено было сбыться. Уже 6 января в бегство обратились немцы и румыны, оккупировавшие Черкесск. Дело в том, что пропускная способность Псовского моста была низкая, невзирая на то, что движение по мосту было, осуществлялось и днем, и ночью. 13 января 1943 года в 7 часов утра полки 2-й гвардейской стрелковой дивизии выступили из станицы Суворовской на Черкесск. Около 13 часов у фермы номер 4, это территория поселка Октябрьский, молокосовхоза номер 30, который принадлежал Черкесску, были встречи артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Вступив в бой, гвардейцы к 14 часам заняли ферму, победили в бою и начали готовиться к бою за ферму, которая располагалась на территории поселка Водораздельный. Бои шли при очень плохой погоде. Вышло так, что поздно вечером 13 января 1943 года в районе боевых действий 2-й гвардейской стрелковой дивизии пошел необычный для данных широт буран. Сильный восточный ветер с 20-ти градусным морозом бушевал почти что четверо суток, мешая боевым действиям и наших войск, и врагов, конечно. Тема освобождения Карачаевой Черкесии от фашистских захватчиков близка и до глубины души трогает Зою Давлетовну Псху. Когда-то она, дочь кадрового офицера, поставила целью своей жизни воскресить имена воинов, положивших свою жизнь на алтарь победы. Многие годы проработав в Центре военно-патриотического воспитания, возглавляя Карачаево-Черкесскую региональную общественную организацию «Сводный поисковый отряд «Подвиг», Зоя Давлетовна вместе со своими воспитанниками провела огромную работу по обнаружению и захоронению 750 останков воинов, защитников нашей страны. Почетный гражданин города Черкеска. Она имеет многочисленные государственные награды, благодарности. Среди них – почетная грамота президента Российской Федерации. Но вернемся в январь 43-го. Командир 2-й стрелковой дивизии генерал Захаров вспоминал. Метель была свирепой, все дороги замело. Снег лепил так, что порой солдаты не видели друг друга. С собой тащили только противотанковые орудия, так как могли появиться немецкие танки. В помощь артиллеристам выделили две роты стрелков, чтобы они пробивали дорогу. Рано утром, 15 января, генерал Захаров проводил у себя совещание. На совещании стоял единственный вопрос – пережидать Буран или нет? Большинство командиров, которые присутствовали на этом совещании, однозначно высказались за то, чтобы наступать немедленно. Так как Буран дул нашим в спину, а немцев в лицо. И он дул спину и как бы помогал гвардейцам. В ночь на 15 января у немцев был обнаружен слабый участок обороны. И тогда наши к четырем часам утра без единого выстрела прошли первый оборонительный рубеж врага. Непогода вывела из боя подразделение 2-й горно-стрелковой дивизии «Румын», которая подошла к Черкесску со стороны Кавказских гор. Румынские солдаты стали помогать немцам в обороне Сычевых гор и южных окраин Черкеска. Но все это было бесполезно. Нужные рубежи заняли советские гвардейцы. К исходу 15 января 875-й и 535-й гвардейские полки обошли укрепление врага, подошли к речке Овечка, форсировали ее и стремительно атаковали гитлеровцев, которые от неожиданности не произвели ни одного выстрела. Вот момент мне нравится. Тщательно продуманный немцами и обеспеченный техническими средствами план обороны Черкеска провалился. Это произошло в ночь на 16 января в ходе ударов, нанесенных воинами 2-й гвардейско-стрелковой дивизии 395-й 30-й стрелковой дивизии. Во время внезапного обходного маневра оборонительных сооружений врага, юго-восточная часть города была взята нашими войсками почти что без боя. В результате этой операции в районе села Чапаевского были взяты в плен штаб и гарнизоны 667-го пехотного полка вермахта. Немцы планировали удерживать Черкесск в течение 10-15 дней для того, чтобы по железной дороге переправить свое тяжелое военное вооружение и награбленное добро. Но это планировали немцы. А наши планировали обойти Черкесск с севера, захватить внедорожный узел и отрезать Черкесск от Невиномыска, чтобы немцев оттуда не помогали. Кроме того, с той же целью надо было отрезать Черкесск от Уджигуты, так как в Уджигате стоял немецкий гарнизон. С обеими этими задачами воины 37-й армии, которая получила приказ взять Черкесск 17 января, справились. Штурм Черкеска в ночь на 16 января с востока начала 2-я гвардейская стрелковая дивизия. А со стороны дороги Черкесску у Джигута наступали воины 295-й стрелковой дивизии. И так Черкесск оказался отрезанным и от Уджигуты, и от Невиномыска. Наибольший успех во взятии Черкеска достался 875-му стрелковому полку гвардейскому 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Авангардной ротой этого полка командовал наш земляк из Хабеза, старший лейтенант Майло Магомед. Который вспоминал, 15 января 43-го года наш батальон находился в километрах в 10 от Черкеска. Днем меня вызвал командир полка гвардии майор Орехов и сказал, поскольку ты уроженец этих мест, а впереди твой родной город, тебе предоставляется возможность первым войти в город со своей ротой. И Магомед Майлов стал готовить роту в поход. 16 января рано утром было очень холодно, был сильный буран. Но на улицах Черкеска появились два паренька. Это были ученики школы номер 8 Юра Сдор и Коля Ковалев. Ребята решили выйти навстречу освободителям и принять участие в освобождении города. Вообще-то они мечтали стать разведчиками и дальше продолжить защищать свою родину. Но где-то здесь, на улице Кирова, они наткнулись на румынский обоз, доверху наполненный награбленным добром и оружием. Вот где была удача. Выбегая вперед, скажу, что Юрий Александрович Сдор стал разведчиком и дошел до победы. Коля Ковалев погиб. Обоз был неохраняемый, потому что такая погода была. И немцы решили, что воевать не будут. И решили отсидеться в тепле. И, кстати, когда закончила... Черкесск уже был взят, один из немецких пленных офицеров сказал, в такую погоду воюют только сумасшедшие русские. И уже по знакомой дороге, по которой они прошли от Черкесска навстречу Роте Майлова, они привели ребят наших воинов назад, к железнодорожному вокзалу. Битва за вокзал была короткой. От вокзала воины 885-го стрелкового полка двинулись к площади Кирова, где захватили пленных и вооружение артиллерийского дивизиона румын. Затем вышли на улицу Первомайскую, к почтамту, который охраняло небольшое количество румынских солдат. Это дало возможность без особых усилий захватить и его. Вскоре полк перебазировался на берег Кубани, где стал сосредотачиваться. Среди тех, кто отнесился при освобождении города Черкесска, было немало наших земляков. Вот такой яркий пример. Умар Харцизов тоже, кстати, из Хабеза, гвардеец. Нашел, когда, короче говоря, обнаружил казарму со спящими фашистами. И бесшумно сняв часового, а в казарме Дневального захватил со своим взводом в плен более ста фашистов, за что был награжден орденом Красного Знамени и отпуском с заездом домой. Представляете, 43-й год, и вдруг он дома появляется. Я думаю, это была хорошая награда. В течение всего дня, 16 января, части 2-й гвардейской стрелковой дивизии продолжали наступательные операции по овладению административным центром Черкеска. В своих воспоминаниях Магомед Майлов писал, В сплошной темени под завывание метели около 3-х часов утра 16 января мы подошли к центру Черкеска. Бесшумно захватили здание гостиницы. Кстати, гостиница находилась на месте новой музыкальной школы, сданной в эксплуатацию в прошлом году. Дальше двинулись. Часам к 5 утра были возле почтамта, где у немцев был укрепленный пункт. Немцы нас не ждали. Они готовили себе завтрак, рисовую кашу с бараниной. Двухчасового боя хватило, чтобы очистить здание от немцев. А мы с местными жителями пробовали горячую немецкую кашу. Уже в ночь на 18 января части наших войск очищали улицы Черкеска от остатков немецко-румынских захватчиков, ликвидировали очаги сопротивления в зоне Зеленого острова. 19 января 1943 года Совинформбюро передало. На Северном Кавказе наши войска, заняв город Черкесск, переправились через реку Кубань. Противник оказывает упорное сопротивление. В городе взяты следующие трофеи. Орудия 54, пулеметов 195, минометов 48, более 700 винтовок, 5 радиостанций, 2 склада боеприпасов, штабная машина с документами и знамя 667-го пехотного полка вермахта. И другое военное имущество. Приказ Черкесск взят 17 января 1943 года был выполнен полностью. В число солдат, офицеров, моряков и партизан во время Великой Отечественной войны влились 8 тысяч лучших сынов и дочерей Черкеска. Более половины из них погибли в боях, пропали без вести. Сегодня память о них хранится в музеях, документах и фотографиях. А главное, память живет в сердцах тех, ради кого проливалась кровь в этой страшной войне. Патриотизм, я его понимаю так. Ты должен не только любить свою родину, но ты должен чувствовать ответственность за ее будущее и за будущее поколение. Вот мне, например, не безразлично то общество, в котором будет жить мой внук и его дети. Когда я говорю слова «наша великая Родина», для меня это не пустой звук. А для того, чтобы у человека вот эта мысль была в голове, и он должен понимать. Я всегда говорю, где бы ты ни работал, кем бы ты ни работал, ты всегда должен помнить, что ты сын великой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова